Доброе утро, дорогие коллеги! Здравствуйте! Сегодня особенный день для Петергофа, для Петербурга и для всей страны. В культурный оборот, в нашу патрулическую культуру возвращается уникальный верхний сад Петергофа. Нет слов, чтобы описать поволнение, которым мы сейчас показываем вам плод наших трехлетних трудов, а труды самого Петергофа, у меня на самом деле еще больше. Уже начиная с 24-го года 20-го века были первые попытки вернуть великолепный образ регулярного парка верхним садом. Верхний сад пострадал во время войны, пострадал Петр Стаснический. Он был практически уничтожен полностью, вывезен еще в Петербурге. Не осталось ничего. И первые смотрители, первые хранители, которые когда пришли в верхний сад, взрослые. От Петербурга осталось только меда. Но благодаря усилиям советских деставраторов, всех советских людей и жителей, парк начал восстанавливаться. И уже к 60-му и 70-му году парк потихоньку возвращал свое будущее великолепие. И вот в начале 21-го века, благодаря национального проекта «Культура», благодаря Министерству культуры Российской Федерации, мы смогли видеть к одноцентной научной реставрации верхних садов. Это была крупная предназначительная работа. Мы смогли получить огромное количество инцекторов, планированных, разделенителей. Несколько цифр. В парке сейчас вышло на 8400 деревьев. Из них 7200 – это новые деревья, которые были привезены со всех питомников всей страны и из-за рубежа. Но верхний сад, его уникальность не только в потрясающей регулярной планировке, которая, подверкиваю, велась строго по научным планам инженера Сантеллера, которые хранятся у нас в Петергофе, хранились всегда. Они не покидались тем Петергофа. И на основе этих планов нам удалось вернуть, увидеть на планах и вернуть форму каждому дереву, каждому пустю. И даже те солнечные часы, которые стоят за мной, появились здесь благодаря этому плану. Есть легенда, что их привез кто-то первый, но мы не можем точно это доказать, поэтому пусты останется красивой легендой. Это не менее часы, благодаря совместной работе с Петергофским чистовым заводом, то есть с заводом «Ракета» в основании сегодня, наверное, несколько километров. Парк будет открыт абсолютно свободно для всех желающих, он будет бесплатен для посещения абсолютно всем. Работает он с 9 утра до 9 вечера и, я надеюсь, в любое время – лесом, весной, осенью, зимой – этот парк прекрасен всегда. Я хочу поблагодарить еще раз Министерство культуры Российской Федерации, национальный проект, для которого невозможно было бы вернуть такое шикарное, роскошное, уникальное гидроагро- и гидротехническое сооружение. Я напомню, что сейчас мы с вами стоим на самой главной артерии Петергофа – это водоподводящая система. Это коллектор, созданием которого руководил Тетр Первый, совместно с инженерами Левлоном и прочими. Под нами сейчас еще проходит коллектор, который будет также отреставрирован. Мы не можем этого увидеть, но, чтобы вы понимали, мы раскопали здесь огромную-огромную траншею, мы отреставрировали кирпичную кладку, отреставрировали трубы и снова все закрыли землей. То есть Верхний сад – это не только шедевр садоводческого и садово-паркового искусства, но и абсолютно инженерное гидротехническое сооружение. Скажите, насколько часто посетители спрашивали об этом парке, интересовались, хотели сюда попасть? По несколько десятков раз в день. Мы видели, как гости Петергофа, не только жители Петергофа, жители Петербурга, но и гости, когда очень интересовались, их с болью в сердце спрашивали, когда же. Потому что реставрация длилась долгие 4 года, она была непростой. И, конечно, сопровождалась не самая красочная картинка, которая была здесь. И сработали эскаваторы, и сработала техника. У всех жителей очень болело сердце, когда же вы делаете деревья, что вы их спиливаете, уничтожаете – это не так. Каждое дерево, которое было и не прижилось, мы увозили в специальное место, за ним ухаживали. До сих пор даже некоторые деревья, которые по разным причинам не смогли здесь прижиться, проходят лечение, проходят курс реабилитации у нас специальные питомники, и потом будут пополнить уже архитектурно-парковое убранство Нижнего парка. Скажите, пожалуйста, во сколько обошлась реставрация? Будьте добры! Стоимость проекта была в 1,6 млрд рублей. Она была разбита на три этапа. Все три этапа были закончены в срок, вовремя, все деньги освоены. Потребовалось дополнительно? Нет, нет, мы уложились. На сколько вы в принципе решились на такую операцию? Что стало самым определяющим фактором? Это был сложный проект. Самый сложный – это, конечно, логистика. Потому что не все питомники, не были сложности с поиском деревьев питомников. Повторюсь, мы заменили почти 90% зеленых обожжений. Это 7 тысяч только деревьев. Я не говорю про за десяток тысяч кустовых растений и несколько тысяч кустарников. Это огромная работа. Вы все ее увидите. Это 15 гектар абсолютно нового парка, который прошел научную реставрацию. Надо вспоминать, что каждое дерево должно иметь свою форму. Запрограммированную заранее. Если это версо, то это, соответственно, изогнутая форма дерева. Если оно квадратное, оно должно вырызться таким. Означает ли это, что оригинальных деревьев осталось 10%? Да. А что это за деревья, и какого они возраста, и какого состояния? Они все здесь, это липы, которые высажены в регулярных аллеях. И никто не все. Все, что вы видите из посаженных деревьев, это практически все новые деревья. Роман Валерьевич, был маленький островок старого яблонилосца. Его известные истории. Яблонилосад относился... Яблоня остались. Яблонилосад остался, он просто изменил свою архитектуру. Мы вернули всю архитектуру согласно плану с интеллера. Спасибо. А вы имеете в виду любую научную труду, какую-то субботитет и обыкновенную архитектуру? Да, конечно. Все замечательно. Да, конечно. Будут ни одна, ни две научные конференции по верхнему саду. Будут заниматься несколько и докторских работ. Это огромная работа, которая с тобой улетает огромный счет. И она уже... Жизнь и все до меня. Спасибо. Ура. Спасибо большое, коллеги. У нас сейчас будут другие спикеры. Роман Валерьевич, если вы захотите отдельный пресс-подход, его можно будет сделать чуть больше. Коллеги, мы сейчас с вами пойдем со мной.